Здравствуйте! Это Суть дела. В Америке идет лоббистская война между основными титанами американского военно-промышленного комплекса. Но и другие группы влияния готовы вкладывать миллионы в продвижение своих интересов. Специальный юридический комитет Сената опубликовал доклад о лоббистской деятельности в США. Параллельно профильной организации Центра ответственной политики, Институт информирования о лоббизме и неправительственная группа Lobby Watch напечатали большое количество аналитических записок. За прошлый год на покупку влияния было потрачено более 3 миллиардов долларов на 400 миллионов больше, чем в 2016 году. Отраслевым лидером по-прежнему остаются медико-фармацевтические фирмы, выделившие за год 277 миллионов на продвижение своих интересов. В пятерку лидеров вошли военные 200 миллионов, страховщики 160, энергетики 125 и риэлторы 100 миллионов долларов. Львиная доля финансов, 81%, была направлена республиканцам. Демократы получили лишь 11%, независимые оставшиеся 8%. Военно-промышленный комплекс значительно снизил свои затраты на лоббизм. В период президента демократической администрации Барака Обамы минимальные годовые затраты военных составляли в среднем 350 миллионов. Столь резкое сокращение финансирования вовсе не означает, что военное лобби ослабло. Победа демократов, как правило, сопровождается урезанием военного бюджета и сокращением численности офицерского кадрового состава. По мнению влиятельных демократов, в виняющемся мире необходимо делать ставку на военных менеджеров, которые обходятся дешевле классических генералов с огромными запросами. При Обаме ключевые позиции в Пентагоне и разведке занимали лица, не имевшие даже военного образования. А на пост советника по национальной безопасности впервые за всю историю была назначена женщина Сьюзен Райс. Последний военный бюджет при Обаме составил 607 миллиардов, а объем госзаказов в области оборонки сократился в 15 раз по сравнению с аналогичными показателями периода Буша-младшего. В подобных условиях основным подрядчикам ВПК приходилось тратить огромные средства на покупку политического влияния и продвижение выгодных им решений на уровне Белого дома и Конгресса. Победа Трампа кардинально изменила ситуацию. Слоны – это символ партии, контролирующие западное и восточное крыло, первым делом увеличили бюджет на 83 миллиарда. Более того, в бюджете нынешнего года на оборону выделено 700 миллиардов, а дополнительный транш в 6 миллиардов Конгресс направил на решение задач по сдерживанию России. Рост военного бюджета автоматически увеличил государственные военно-технические заказы, что привело к падению затрат на лоббистскую деятельность. Другая причина экономии заключается в укреплении позиций классических военных в Вашингтоне. Нынешний министр обороны Джеймс Мэттис продвинул своих близких друзей и армейских коллег Джона Келли и Герберта Макмастера на должности руководителя президентского аппарата и советника по национальной безопасности соответственно. Каждый из них, будучи членом единой администрации, является лоббистом различных организаций ВПК. Мэттис имеет тесные связи с корпорацией Lockheed Martin, крупнейшим в мире поставщиком военной техники и главным подрядчиком ВВС США. По итогам прошлого года портфель ее заказов достиг 100 миллиардов долларов из-за высокого спроса на истребители F-35, продажа которых выросла аж на 43%. Герберт Макмастер, советник Трампа по национальной безопасности, представляет интересы корпорации Boeing, конкурента Lockheed Martin. Сегодня Boeing готовится воплотить в жизнь гиперзвуковой самолет-разведчик, призванный заменить легендарный самолет-шпион SR-71. Функционеры Lockheed Martin пытаются блокировать этот проект, продвигая в Сенате собственную модель разведчика SR-72. И, наконец, Джон Келли, руководитель аппарата президента, играет на стороне Нортроп Граммен. Американцы планируют в скором времени списать стратегические бомбардировщики B-2 и взять на вооружение проект B-21 Raider, предложенный лоббистами этой компании. Другая захватывающая борьба идет на идеологическом фронте между представителями ЛГБТ и консервативных христиан-традиционалистов. Фундаментальная основа республиканцев построена на принципах защиты традиционных протестантских ценностей. Демократы же выступают против того, чтобы государство регулировало жизненные установки граждан. Но в Белом доме права ЛГБТ отстаивает Джаред Кушнер, зять и старший советник Трампа. Именно Кушнер и его супруга Иванка просили президента не подписывать указ против сексуальных меньшинств. Так что, будем считать, геи сэкономили на лоббизме. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok